Вы когда-нибудь задумывались, что человек устроен по принципу жертва и жертвенность? Вот смотрите, как все устроено. Вы ходите на работу, получается, отдаете часть своей жизни, потом получаете расчет. Вот эти деньги, вы их за что-то платите, то есть по-другому жертвуете. То есть условно можно сказать, что происходит бесконечное жертвоприношение. Жертвоприношение деньгами или жертвоприношение своего времени и так далее. Вот как все устроено. Допустим, человек, у которого есть деньги, он мечтает и что-то хочет в своей жизни. Если он мечтает и что-то хочет в своей жизни, то чем он пожертвует для того, чтобы это получить? Кто-то заплатит деньги, а если денег нет, то он должен пожертвовать своим временем. И это все формируется в его намерении. Вот допустим, человек может подумать так. Для чего, в общем-то, читают мантры или делают эзотерические практики? Человек говорит, у меня не получается зарабатывать, но у меня есть намерение, хочу, чтобы у меня была там однокомнатная квартира. Ну тогда нужно чем-то жертвовать. А чем же мне жертвовать, если у меня ничего нет? Тогда жертвуй тем, что называется твоя жизнь. Бери мантру, которая принесет материальное благополучие. Говори, посвящаю данную мантру как жертву дальнейшему обретению своей квартиры. Выделяйте время и после этого вот это время посвящайте тому, чтобы проговаривать данную мантру. За счет этого будет у вас происходить вот такая жертвенность. Таким образом, во всем, что с нами происходит, есть оплата. И в этом и заключается знание эзотерики. Как раз вот заключается в том, что в случае, если человек там хочет и ничего для этого не делает, и у него ничего ради этого не происходит, то это, скорее всего, может и не происходить.